При Тульмой красотуре, опять же, плюс Москвы, это то, что ты став Канадом и очень быстро. И у меня в руках коробка с фаберликом и ножичек. Поскольку у нас не надо здесь жить долго, может быть, даже больше, чем мы здесь, решили с моей сестрой, что нам надо фаберлить, тем более, что я его очень люблю. И я заказала очень много того, что я заказала в прошлый раз. Боже, как они вкусно пахнут. Бомбочки взяла три штуки. Это Саня принимает ванну. Отдельно в пакет положили чай антистресс, который пьет постоянно мой муж. И, скажу честно, он работает. И работает очень хорошо. Здесь у нас ромашка, иван-чай, шиповник, фенхель, лаванда, мелиса, пустырник и валерьянка. Любимые салфетки мои и моей сестры. Фаберлик многофункциональный, в основном для кухни. Для моей сестры я заказала мою любимую тряпку для кухни. Потому что у неё какая-то другая, и она постоянно воняет. Приходится её кипятить. И туда-обратно. Так, туалетную бумагу, как оказалось, две штуки. Влажную туалетную бумагу. Отличная туалетная бумага. Так, заканчивается у неё мыло для кухни. Я уже ей привозила. Вот такое очень нравилось, экзотическое. Чуть его тут осталось. Экзотические фрукты. И я их заказала, девочки, весенние цветочки. Каждый раз, когда я приезжаю, я точу ножи. Точу ножи об кружке. И я для своей сестры решила ей подарить точилку фаберликовскую. У меня такая есть и в Геленджике, и в Кокрымах. Вот такая точилка для ножи. Точит вообще на раз-два. Так, салфеток заказала две упаковки. Средства для интимной гигиены, конечно же. Девочу заказала малиновые мишки для душа. Малинки пахнут. Малиновым вареньем. Так, пену для бритья мужу заказала, чтобы не тащить с собой. И также ему заказала шампунь, поскольку волос у него уже длинный. Кстати, наверное, послезавтра пойдет стричься в барбершоп. Пахнет мужским ароматом. Универсальный шампунь для всех типов волос. Вот такой, девочки. Ну и, конечно же, я не могла не заказать те же самые гели для душа, что были в Геленджике, от которых я просто обалдела. Это вот этот Багаме, манго и банановые цветы. И, конечно же, кофе с жженым сахаром или тростниковым сахаром. Это невероятный аромат. Сейчас отнесу в ванну. Средство для унитаза заказала. Средство для ванны заказала антиналет. У них очень серьезный налет. Вот это замотание. Посмотрите, какая упаковка. Ничего не прольется. Я сказала, два мыла для рук. Одно банановый мук, а второе, что-то там, какая-то, короче, груша. Такой формат очень удобно тем, у кого дозаторы. Также заказала кондиционеры. Три бутылки кондиционеров для белья. И у меня ароматерапия золотая органа. Один из моих самых любимых. Также порошок для цветного и порошок для черного. Обалденный порошок. Девочки, вот такой заказ Фоберлик. Регистрироваться можете сами. Оставлю ссылку на Фоберлик в описании. Можете сами регистрироваться и сами, в общем-то, покупать с большой скидкой. Так, у нас сегодня суббота. И стой! У нас сегодня матч Динамо ЦСКА. И мы идем на него всей семьей. Я Саня, Ева, Ксения. И берем Севу. Ева, покажи с девчонками, пожалуйста. Какая ты красивая. Покажи щетчики. Красно-синий самый сильный. И звездочка. Армейский клуб сильнее всех. Не так ли? Не так. Мы уже чешем. Прошли службу безопасности. Вон у нас фанатка мелкая. Купили значок ей. Саня, а куда подниматься? Наверх, да? Вот так вокруг. Вот. Тут что-то творится. Мы цеска. Какие-то шарады. Кстати, нам дали Яндекс.Доставку. Смотрите, можно себе этот футдок взять. Короче, поесть можно. Детя, 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 детя. Пиши, 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 сельце. Заводимся вверху. Детя, 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 детя. Девчонки, сейчас покажу вам свой заказ с сайта Юви. Я выбрала украшение не только себе. Покажу вам такую красоту. В прошлый раз я вам показывала вот это свое кольцо с рахутопазом из желтого золота. И к этому кольцу я решила заказать сережки. И вообще весь мой заказ это очень красивые и, на мой взгляд, редкие украшения. У Юви очень быстрая доставка, надежная упаковка, гарантированный сертификат. И именно поэтому в Юви надежно и безопасно. В Юви можно подобрать не только классические, но и очень интересные украшения. Подобрать можно разные украшения из золота, из серебра. Причем не только с камнями, но и без вообще какой-либо вставки. Я себе выбрала с рахутопазом. Также там есть украшения с лунным камнем, с опалами, танзанитами. Вы знаете, как я люблю канал телевизионный Юви. Их ассортимент пополняется каждый месяц. И там есть очень интересные коллекции. Так что обязательно заглядывайте. К своему кольцу я выбрала очень красивые серьги. Посмотрите, какие красивые серьги в желтом золоте с рахутопазами. И как они классно смотрятся в тандеме с таким же кольцом из этой же коллекции. На каждом изделии есть бирка. Это у нас обязательный паспорт украшения, где указан металл, вставка и производитель. Украшение проверено пробирной палатой. В этих сережках английский замок. Больше всего мне нравится именно такой замок. Он самый надежный. Только посмотрите, как красиво и нежно они смотрятся в ушах. Их можно одевать не только на какое-то мероприятие, но и в повседневной жизни. Они отлично подходят под любой наряд. Абсолютно под любой. Это такое красивое классическое украшение. Следующее украшение, которое я тоже подобрала под этот комплект, это золотой крест и тоже с рахутопазами. И за что я люблю Юви? За то, что у них очень необычное украшение, которое я не встречала в других магазинах. В этом кресте 6 рахутопазов. Посмотрите, как нежно и красиво смотрится этот крест. Он небольшой, но и не маленький. Просто идеальный. Ну и, конечно же, у них появилась очень крутая коллекция с кораллами. Я выбрала для своей свекрови в подарок серьги и кулон. Также взяла цепочку. Она у меня любит красный цвет. И сейчас она ходит как раз в красной кожаной куртке. У нее есть красные сапоги. И я подумала, что это будет идеально под ее образ. Посмотрите, какие стильные украшения. Здесь серебро, кораллы, а также здесь цирконий. Мне кажется, это будет идеальное украшение для взрослой женщины. Тем более такой стильный, как наша мама. И у них в этой коллекции представлены не только украшения в серебре, но и в золоте. Обязательно заглядывайте, я ссылку оставлю, и, может быть, вы что-то присмотрите, вам понравится. А также не забудьте, что у них есть мобильное приложение Юви, где более 10 тысяч украшений. Его можно скачать как в App Store, так и в Google Play. И там огромное количество коллекций, очень красивые, редкие украшения. Я очень довольна своим заказом. Девочки, заходите и выбирайте. Так, мы сейчас пришли, вчера с Саней были, стригли здесь. Аляска называется, мужские стрижки. Она находится на Новопесчаной. И сегодня мы идем стричь. Ну, Сев, дай прическу. Да, прям голод держи. Вот это вот безобразие, потому что его в прошлый раз, в позапрошлый подстригли очень плохо. И мы ему выбрали причесон, очень красивый. И сейчас посмотрим, что с ним сделают. Хочу от них вот это, только без милирования. И хочу, чтобы сзади было у него, девочки, вот так. Сейчас пойдем воевать. Нам сделали чудеса. И, в самом деле, у него теперь нормальная прическа. Класс. А зон доставка здесь вообще работает на раз-два. Особенно фреш привезли за полчаса мне. И сегодня привезли, как раз мы заказывали ракетки. Здесь есть спортивная площадка и мячики. Саней, пойдем играть. Мы очень любим играть в настольный теннис. И вот как раз, наверное, вечерком, послезавтра мы пойдем. И что я заказала? Лимоны. Чай с лимоном. И вообще, может быть, я пирог лимонный сделаю. Яйца, девочки, какие вот эти классные яйца в Алжане стоят. Кстати, 80 с копейками рублей. А они просто огромные уже. Ну, реально, это большие, хорошие яйца. Себе заказала салат. Вот такой на каждый день. Белая дача. Мне очень нравится он. Также отдельно свежий айсберг. Смотрите. Ой, как сделаю все салат завтра. Также, слушайте, у Азона просто великолепное молоко. Вот это кокосовое с кофе. Это еще вкуснее, чем в магните. И стоит дешевле, кстати. Без сахара, без молока, без говноя. Взялась, я помню, две пачки. Да, две пачки взяла. Потому что его и так и Ева пьет, и Сева. Кстати, спрашивают, кто такой Сева. У нас есть еще Алиса. Трое детей. Евочка у нас Ксюшина, дочка. Двое детей с Ева и Алиса от двух других мам. Так, виноград взяла Кишмиш. Ну, я вообще попросила, я взяла его такой виноград. Взяла себе цукини. Скорее всего, я буду делать овощную рагу цветную. Вот такой качанчик стоит 90 рублей. Зеленушку разную себе взяла. Свежую, между прочим. И сметану взяла простоквашенную, 15% она на Азоне стоила 65 рублей. Короче, если честно, на Азоне заказывать очень многие продукты немного выгоднее, чем в магазинах. Я вот за это, за все отдала, по-моему, что-то 700 рублей. Сегодня погода шикарная. Пока я тут туда-сюда убираю. Никого дома нет. Все по делам. Я одна только дома. Азон мне приехал. На самом деле, все это должно было приехать вчера. Ненавижу их за то, что они доставку переносят сами. Но отказываться не стала, естественно, потому что здесь лежит не очень нужно. Девочки на Азоне схватила просто копеечная. Это огромная пачка малинового чая от Гринфилд. Стоила 203 рубля. Была огромная скидка. Плюс, если Азон-карты оплачиваешь. Короче, у меня вышло в 203 рубля огромная пачка Гринфилд. У нас этот малиновый чай пьют все, особенно Евочи. Так, я, короче, сколько у Ковки Закет узнала, что вот этот пигмент от Estelle прямого действия. Я взяла себе металлик, девочки. Он не то, чтобы нейтрализует желтизну, но дает такой пепельный оттенок даже на темных волосах. Его нужно смешивать либо с смазкой для волос, либо с бальзамом для волос. И у него накопительный эффект. Короче, я хочу попробовать, что это за штука такая. Но единственный косяк, он очень сильно окрашивает все вокруг. Поэтому нужно использовать перчатки обязательно и желательно темное полотенце. На самом деле, у этой линейки есть огромная палитра очень ярких оттенков. Так что, девчонки, посмотрите, вот такой вот пигмент прямого действия от Estelle. Также Саня заказала... Есть сухая магнезия, летучая очень, а есть жидкая магнезия. И поскольку он у меня турникмен, здесь очень классные есть площадки. Мы туда ходим каждый день. Он там на турниках, на брусьях. И я ему заказала, чтобы у него руки не скользили. Хотя я ему заказала специальные накладки, такие на руки, как гимнасты занимаются. Но не для всех турников подходят они. А вот магнезия намазала ручки, она быстро высыхает, руки белые и не скользят. Также у меня сестра попробовала мой карандаш для бровей от Beauty Bomb, который я покупала в Геленджике. Он говорит, Таня, что это за карандаш такой крутой? Целый день одержался у него, она его еще чуть смыла. Очень оттенок понравился. Это 03 Deep Dark. Так, девочки, на Озоне заказала, короче, себе два, потому что он реально обалденный. И Ксения один. И, короче, я не брала с собой средства для депиляции. Решила, смотрите, заказать сразу набор. А то он 400 рублей. Не знаю, дорого это или нет, но приемлемая цена. Тут, короче, что есть? Я не знаю, что это за компания. Какой-то эко-шугаринг. Я взяла именно для бикини подмышек. Не для себя. Я уже себя давно отодрала. И мне еще не скоро. А вот Саню приучила подмышки драть. Ему уже не больно. Спустя год он вообще сам мне говорит, так уже пора, давай быстрее. И что, я заказала ему вот пасту. В набор входят палки. Сколько тут их штук, наверное? Семь. И салфетки. Также есть. Ну, конечно, цирк. Тальк 5 граммов. Вот. Потом гель до депиляции смятый. И гель после депиляции. Вот на самом деле на один раз вот этого количества абсолютно достаточно. Ищите, короче, на озоне. Там есть разные и для лица, для рук, для ног. Вот это для подмышек и бикини. Вот такой заказ. Это еще не все, кстати, пришло. Слушайте, привезла же я ей флеминг. С собой. Взяла банку флемика. Вот этот для стирки. Девочки отстирывает. Даже ничего не надо замачивать. Просто в машинку добавляешь. Все носки белые. Все круто. И знаете что? Такая думаю. Ну, взяла. Поставила его возле машинки стиральной. Пошла что-то там за кондиционером. Для белья. Смотрю, еще один стоит. И думаю, блин, а когда я его назад поставила? И маэстри очень нравится вот этот жидкий. Она повыводила все пятна с детских маек. И не только с детских. Она говорит, что ей больше всего нравится именно флемик. Ну, посмотрим. Я такая смотрю. Две банки. Она без меня сама себе покупает. И вот этот попробовал. Ей тоже понравился. Так, девчули. Сейчас задумайте голову. И, в общем-то, свой цвет собираюсь использовать на свой цвет вот этот прямой краситель. Краситель прямого действия. Смотрите, что делают они. Пишут, что он для волос может применяться с шестого уровня глубины тона. Для обновления цвета или для создания нового цветового нюанса. С десятого уровня глубины тона. Для наиболее и чистого, яркого результата. Но я думаю, что с десятого это вот эти вот яркие розовые, зеленые, синие. Так, работает на сухих и влажных волосах. Пигмент прямого действия не нужно смешивать с оксигеном. То есть, с оксидом, активаторами всякими. Он идет без перекиси водорода и без аммиака. Работает тра-тата. Избегайте попадания на кожу в связи с ее интенсивным прокрашиванием. То есть, наносим, на корни не наносим. Ладно. Время выдержки от 2 до 20 минут. В зависимости от желаемой интенсивности. Для увеличения яркости и стойкости цвета используйте дополнительное тепло. Климазол, Сушуар, Фен. Пропорция смешивания зависит от желаемой степени яркости и насыщенности цвета по истечению времени воздействия. Короче, сейчас иду делать. Иду умыть голову. Буду смешивать с бальзамом, как и советовали. И посмотрим. Смотрите, там вот здесь холодный оттенок, да? Видите, он не рыжий. Чуть-чуть поменять цвет. Свет. И все, у меня рыжие волосы. Вот вам, что делает эта камера. Девочки, он жидкий и черно-серого такого угольного цвета. Ой, что сейчас будет? Надо перчатки брать. Я тут же смыла. То есть нанесла, вам показала. Ну, что-то 7 секунд, наверное. Ну, 10. И уже на коже есть. Так что нужно очень аккуратно. И это не смывается все. Так, добавлю я, наверное, чуть-чуть. Где-нибудь. Вот так. Попробуем сначала такое количество. Делать буду с маской. Вот Олин. Сколько мне тут этой маски надо на волосы? Ну, уже всю маску вымезла. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, вот так. Ну, давайте смешивать. Можно, чтобы я черный не была. Ну, стойкость до 4-х недель. Если даже чуть потемнеет, все равно смывается. Ну, цвет не такой уж черный. Я бы даже сказала, практически серый мелан. После первого же раза я вижу немножко, что они стали более серыми. Ну, как пепел, да? Только вот не пепел, а именно как седина, что ли, блин. Ну, такое. Если честно, мне понравилось. Поскольку эффект накопительный. Завтра я все равно буду мыть голову и опять проделаю то же самое. И посмотрим, что будет через 3-4 раза. Но сейчас, да, мне понравилось. И, кстати, при разведении не сильно он мажется. Может, даже в следующий раз перчатки не буду использовать. Девочки, я не могу с этой кошки. Постирала коврик. Лёлик, как твои дела? Только посмотрите-ка, она красивая. Ой, застеснялась, что ли? Ты что, застеснялась, Лёль? Лёль. Вы не представляете, она как человек. У нас кошка нянька. Она заеда, чем вообще. Ты туркеша. Ой. А ещё это убийца голубей. Девочки, вот как только голубь на балкон залетает, всё, он мёртвый. Она что-то была притащила. Прямо домой, полудохлого. Кровище ж было. Охотница. Такой ужас. И каждый раз то муху притащит, то голубя. Да? Лёлька. Лёлик мой. Когти я сегодня подстригла полностью. Потому что она может в игре задеть Гучу. Они с Гучи играют. Кстати, вот Мася с ней не дружит. А вот Гучи наоборот. Они спят вместе. А Мася, ну, в принципе, котов не особо любит. Да? А это такая лоскуша. Придёт, меня блудит. Начинает глаза мне вылизывать. Говорит, вставай. Чего ты спишь? В пять утра. Я тут уже не сплю. Лёлик. Вот, девочки. Эту Лёлика, этого, Ксюша моя спасла. Маленьким вот таким вот котёночком. Из-под колёс машины. Ехала. Дождь был. Гроза. И она выбежала на дорогу. Сидит. Ксения остановилась. И вот. Ксюша как раз была беременная Евой. И забрала эту лишайную гадину. Блохастая. Больная. Лиша Е. Ну, ничего. Вылечили. Вылечили он какая. Гадинка. Да? Лёлик. И вот у нас семья, подразделение такое. Я и моя мама очень любим собак. Ну, и папа. А Ксюша у нас очень любит котов. Вот у неё был Тёма. Долго. Пока не умер от болезни. Он раком болел. Елочке ещё годика не было. Как он умер. Но он прожил нормально так, хочу сказать. Хорошую, счастливую жизнь. Такую, что заболел. И вот Лёлик. Однозначно потом тоже будут коты. А у меня однозначно будут собаки. Вот. И всем огромное спасибо, хочу сказать, за то, что вы помогли собрать на еду. Я ещё сделала анонс в Телеграм. Забыла сделать это в субботу. Забегалась. Но огромное спасибо. И сегодня вечером в Телеграме будет отчёт. Я переведу, как обычно, в приют. Приют наш называется «Дом замечательных животных». Вы можете найти их и в Телеграме, и в Инстаграме. В Телеграме, если вы на меня подписаны, то, конечно же, переходите по репостам, которые я делаю. Вот. Всем огромное спасибо. Надеюсь, этот влог был для вас интересный. И, может быть, чуточку полезный. Я кайфую от своих новых серёжек. Просто кайфую. Так что, всех целую. Всем пока.